У нас все игрушки называются мяч. Любая игрушка. Фрик. Вот она побежала. Доберманов называют дорогим оружием, владеть которым не каждый может. Грациозные, храбрые, но даже таким собакам нужны игрушки. Это неотъемлемый атрибут воспитания любого хвостатого, говорит Людмила Костюченко, хозяйка блистательной Лиссандры. В их арсенале тренировочные пулеры, специальные мячи для выставок и даже самодельные канаты для перетягивания. Вот этот мы сами сделали. Просто берешь и метражом покупаешь веревку в хозяйственном магазине или в автомобильном продают. Они разной толщины есть. Связали три узла по середине, по краям. Приучали играть теперь уже трижды чемпионку России еще щенком. И так советую делать всем владельцам четвероногих. Тогда мокрый нос будет занят и обувь, личные вещи, мебель останутся невредимыми. Но стоит помнить, любая игрушка должна оживать, привлекать внимание питомца, убегать от него и прятаться. Поэтому хозяину необходимо всегда участвовать в процессе, направляя внимание и энергию своего хвостатого в правильное русло. И всегда мы играем и останавливаемся на положительном, на самом интересном месте, чтобы собака ждала следующего момента играть. Это то есть строится и общение, и послушание у собаки, и элементы дрессировки различные. Важность игрушек в воспитании четвероногих подчеркивают и ветеринары. При выборе советуют учитывать возраст и размер питомца. Слишком габаритные забавки не заинтересуют маленькие породы. И наоборот, маленькие игрушки не подходят для развлечения крупных щенков. По правилам, предмет для игры должен быть такого размера, чтобы животное смогло взять его в пасть. Но не слишком маленького, хвостатый может подавиться. Следует обратить внимание при выборе игрушки на материал обязательно. То есть из чего сделано? Желательно, чтобы это был латекс, либо резина достаточно крепкая, чтобы животное не проглотило какие-то части. Потом, если же у животного есть привычка, допустим, разгрызать все, то желательно выбрать все удобные игрушки. Это такие, как Костя и жил. То есть сейчас на рынке масса всяких лакомств, которые долго играющие достаточно. Во время игр собака разгружается физически, эмоционально. Да и для владельца это своего рода фитнес. К тому же во время таких совместных развлечений между питомцем и хозяином укрепляется контакт. Завладевая вниманием своего четвероногого друга, человек становится для него настоящим авторитетом. Ну, привет. Молодец. Хорошо. А что сказать надо? Хорошо. Молодец. Попросила. Заботы о четвероногих друзьях Екатерина Печальникова и Денис Шабанов. Наша Марка. Партнер проекта «Ведсовет». Наша Марка. Ежедневный рацион для кошек и собак. Производится в России.